Как выращивают рис? Как с помощью иероглифов изобразить лес? Чем отличаются русские постройки от архитектуры Поднебесной? Ответы на эти вопросы узнали читатели библиотеки Мни Пушкина в рамках летнего проекта «Библионии». На встрече сотрудники рассказали ребятам о том, где расположен Китай, и познакомились с его культурой и традициями. Мы решили поговорить о Китае, как говорится, с Азов. Дело в том, что сейчас такое время, что все мы носим вещи, которые пришли к нам из Китая, мы пользуемся гаджетами, которые произведены, сделаны в Китае. Но разговаривая с ребятами, мы понимаем, что очень мало наши дети знают об этой стране. Даже порой с трудом ориентируются, где именно находится Китай. Встреча тесно связана с проектом «Мой великий шелковый путь». На протяжении всего года в библиотеке проходят выставки и мастер-классы. В этот раз небольшую лекцию по изучению иероглифов для ребят провела магистра китайской живописи и каллиграфии, преподаватель Евгения Кастерина. Юные читатели исполняли танец с веером, репетировали приветствия и соревновались в умении управлять китайскими палочками. В ближайшую среду сотрудники детской библиотеки имени Пушкина приглашают всех желающих окунуться в мир льдов, северных оленей и белых медведей. Читателям расскажут научно-познавательную историю и добро пожаловать в Арктику. Информацию о событии можно найти в группе библиотеки ВКонтакте.